Девайсами я пользуюсь Более того, многие из этих девайсов уже давно пора менять, потому что часть из них устарела, часть из них не разочаровала, а часть из них изначально была не очень-то клёвой Ну и в первом выпуске я решил поговорить об одном из самых важных геймерских девайсов, это, конечно же, клавиатура, тем более, что каждый раз, когда я записываю какое-то видео, даже если оно не связано с Дотой, с играми и вообще ни с чем таким, меня всё равно спрашивают, что за клавиатура, зачем на ней дисплей и так далее И сегодня мы как раз-таки поговорим о том, нужен ли клавиатуре дисплей, действительно ли она такая клёвая, как она выглядит, если что, это Strike 7 от MadHeads и заодно посмотрим клавиатуру, которую я взял на замену Очевидно, что первое, с чего нужно начать обзор этой клавиатуры, это с её внешнего вида, но ещё с предупреждением о том, что за полтора года, что она у меня была, я её ни разу так и не почистил, что вы, наверное, и так уже заметили Только вот не нужно морщиться и строить из себя эстетов в комментариях, потому что я уверен, что и с вашей старой клавой, если отклопнуть кнопку, то под ней найдётся пара волос и ещё какой-нибудь кусочек картофельного пюре с прошлого года Как показал мой опыт, внешний монструозный вид этого девайса, это единственная его особенность, данная клавиатура привлекает школьников с деньгами своим навороченным агрессивным дизайном и делает это, на самом деле, весьма успешно То есть, конечно, я не говорю за всех, может, кто-то её покупает и по каким-то другим своим причинам, но я на момент её покупки действительно, как школьник, купился на внешний вид Strike 7 Кстати, стоит отметить, что хоть я и не чистил главу всё время, что я её пользовался, пылью она покрылась довольно быстро, в частности, из-за не самого удачно выбранного материала Конечно, нужно отметить одну из главных фишек данной клавиатуры, что-то типа бортового компьютера, дисплея с кнопками, на котором есть несколько функций Парочка из них действительно полезные, типа блока кнопки винды, которые вечно сворачивают игры или функции таймеров, но в целом сказать, что это прям реально полезная штука, я не могу Ещё одной фишкой клавиатуры является то, что она, по сути, состоит из блоков, каждый из которых можно настраивать, двигать и так далее Однако, опять же, за всё время пользования этой клавиатуры я этим так ни разу и не воспользовался Ну и по стандарту есть несколько быстрых кнопок слева, а также колёсико прокрутки и кнопка на блоке под левой рукой Смысла в этом тоже не особо много, а уж про проблемы с установкой драйверов для корректной работы дисплея на клаве я и вовсе проволчу В общем, не могу сказать, что клавиатура плохая, но за почти 20 тысяч рублей ждёшь намного большего, чем то, что предлагает MadCats Ну и на смену, воспользовавшись новыми знакомствами, я выбил себе игровую клавиатуру от Lenovo Первым отличием от предыдущей клавы, конечно же, является то, что клавиатура от Lenovo является механической и в качестве приключателей используют Kyle Red, которые являются более дешёвой альтернативой Cherry MX В упаковке, помимо клавиатуры, можно найти только руководство пользователей и переходник для джеков некоторых гарнитур Сама клавиатура по размеру фактически не отличается от предыдущей, однако сделана не из блоков, а как обычная цельная клавиатура На самом деле, я этому только рад, потому что, как я уже говорил, на прошлой клаве я не пользовался настройками всех этих блоков Однако, когда я эту клавиатуру приподнимал или двигался, создавалось ощущение, что она вот-вот развалится Дисплея на клавиатуре нет, благодаря чему клавиатура занимает меньше места, а все необходимые функции вынесены в виде кнопок, что, на мой взгляд, гораздо удобнее Вот, например, та самая кнопка, которая блокирует клавишу Windows во время игр Также на данной клавиатуре на два ходки я больше, и предусмотрен нынче популярный ввод макроса, что называется, на лету Вы нажимаете кнопку желаемого профиля, кнопку записи, кнопку, для которой вы хотите поменять макрос в данном профиле И нажимаете нужные клавиши с желаемым интервалом по времени, после чего завершаете запись, вновь нажав на кнопку MR Также сбоку на клавиатуре предусмотрен USB пор, что меня также порадовало, так как я мышку подключаю через порт на клаве Более того, есть разъемы для колонок и микрофона, ну или что более часто используют гарнитуры С драйверами никаких проблем не возникло, на моей Windows 10 все установилось за считанные секунды Помимо всего перечисленного, также есть кнопки управления музыкой, изменения громкости, чем в принципе уже никого не удивишь, но все равно приятно Подсветка на клавиатуре всего одного цвета, красного, но так как я именно этот цвет на прошлом девайсе использовал, то для меня в принципе ничего и не изменилось Тем более, что по дизайну смотрится все очень и очень здорово, хотя конечно все это субъективно Есть и возможность управлять яркостью подсветки, причем как всех кнопок сразу, так и яркостью исключительно кнопок WASD и стрелок Также стоит отметить клевый материал, из которого сделана клавиатура, он довольно-таки приятный на ощупь и на нем не так сильно оседает пыль В общем и целом первые впечатления от новой клавы у меня остались сугубо положительные Хотя мне клавиатура досталась бесплатно, ее цена в России не так уж высока для механических клавиатур игрового класса Всего 4-5 тысяч рублей вместо 20 за мембранный Strike 7 Ну и это собственно все, что я хотел рассказать вам о своей старой и новой клавиатурах Если вам понравился такой формат и вы хотите продолжения, не забывайте ставить лайк под видео Также отписывайтесь в комментариях, какими клавиатурами пользуетесь вы Ну а я с вами на этом прощаюсь, с вами был Игрлинг, всем пока!